Случилась эта история в селе у сестры мамы, которая живет в небольшом частном доме на окраине села. У нее был двухэтажный дом вместе с внутренним двориком. К ней тогда пришло много народу праздновать день рождения ее сына, и мы дружно собрались во дворике, поскольку вечер задался теплый и там было очень уютно. Мы ели приготовленную праздничную еду и много общались на различные темы. Одним словом, отлично проводили время в кругу родных. Домой никто не заходил без надобности, поэтому тот пустовал без света. Вскоре наш разговор переключился на весьма странные темы про бабаек, домовых и леших. Я трусиха знатная, поэтому стала весьма не по себе, когда начал уже смеркаться, а двор довольно плохо освещен. Спасало лишь большое количество родных людей вокруг меня и присутствие нашей любимой собаки Герды. Сын сестры мамы начал травить байку о том, что ходят слухи по их окраине, мол, исчезло уже несколько человек без вести. А те, кто смог спастись, говорили, что, возвращаясь поздно домой, слышали оклик. Голос оказывался знакомый, поэтому они оборачивались, видя перед собой знакомого человека. Но, приближаясь к тому, понимали, что это вовсе не человек. Очевидцы не могли объяснить, что они видели на самом деле, но спасло их то, что они вовремя унесли ноги с того места. И вот сестра мамы сказала, чтобы я принесла несколько пледов, поскольку уже стемнело и довольно похолодало. Однако, после пугающей истории, я побоялась одна заходить в темный дом и попросила, чтобы со мной пошел мой младший брат. Помню, еще вслед нам сестра мама добавила, чтобы я поднялась на второй этаж и вынесла лампу, чтобы дополнительно осветить дворик. Я не спеша пошла вперед, поскольку поняла, что мелкий был напуган не меньше меня, но, как и я, старался не подавать вид. Войдя в дом, мой брат поспешно схватил пледы, что висели на краю дивана, который стоял на первом этаже и устремился к выходу. Я это заметила только тогда, когда уже была почти на втором этаже. Хотела окрикнуть его, надеясь, что он все же подождет от меня, но было уже поздно, и я поняла, что я осталась одна в темном пустом доме. Я кое-как добралась до второго этажа, зажгла там торшер и осмотрелась. Тусклый свет немного осветил второй этаж и часть лестницы. Это немного успокоило меня. Необходимая мне лампа стояла неподалеку, на письменном столе. Я схватила ее и направилась вниз на первый этаж. Когда я была уже на последних ступенях, то странный звук привлек мое внимание. Сначала мне показалось, что этот звук доносится со двора, но потом, прислушавшись, догадалась, что в доме еще есть кто-то, кроме меня. Меня резко передернуло от этой мысли, но я тут же успокоилась и догадалась, что это мог быть мой младший брат, который все же решил остаться и подождать меня. Олег, окликнула я и всмотрелась в полумрак. Я была права, из-за угла второго этажа появилась маленькая фигурка мальчика. Олег, ну что ты стоишь там? Мне громко сказала я ему и немного приблизилась. Ну пойдем же. Или боишься темноты? Олег. Но Олег не двигался с места. Он протянул мне кулачок и что-то предложил взять из него. Что это? Ты что-то нашел? Я протянула руку и что-то взяла из нее. В этот момент лицо моего брата казалось каким-то бледным и загадочным. Или же это так необычно падал свет от включенного старого торшера? Я приблизила к себе ладонь, чтобы рассмотреть, что я взяла, и поняла, что в ней всего лишь пара маленьких сосновых шишек. Тебе понравились эти шишки? Только продолжила я, как вдруг услышала, выкрик моего младшего брата. «Ты скоро?» – прокричал тоненький голосок мальчишки. Но это разносилось из распахнутой входной двери первого этажа. Мои руки задрожали, и я пороняла все шишки. Передо мной стоял кто-то, но явно не мой брат, так как я его слышала на первом этаже. Я медленно подняла глаза и всмотрелась в лицо незнакомца. На пару ступеней выше меня стоял маленький мальчик с точным лицом моего младшего брата. В моей груди что-то кольнуло, и страх начал липкими лапами окутывать меня. Мне стало сложно дышать. Казалось, сердце сейчас выпрыгнет из моей груди. Я продолжала смотреть на безжизненно бледное лицо чужака, и оно постепенно начало меняться, так словно спадала маска и иллюзия. Маска стекала с незнакомца, будто являлась молочной туманкой, обнажая уже обезображенную истину под ней. И передо мной уже стояло нечто невообразимо ужасающее. Лицо этого существа не было похоже ни на человеческое и ни на животного, скорее на смятую маску какого-то изуродованного чудовища. В этот момент я вспомнила небылица своего двоюродного брата, который он травил несколько минут назад и все сопоставила. «Иногда самая неправдоподобная чушь может оказаться правдой». Тут тело незнакомца затряслось, и из-под одежды того посыпалась какая-то солома, шишки, жуки и ветки, будто это было чучело, набитое лесной трухой. «Бежать, бежать!» Пронеслось в моей голове, и я сорвалась с места, почти кубарем слетев с лестницы. Помню, я споткнулась на последних ступелях, и пока подымалась, снова на ноги почувствовала, как что-то почти прикоснулось до моей спины, лишь прохрустев пару сантиметров от меня сухими ветвями и соломой. «Я пулей вылетела из дома, почти сбив с ног моего настоящего младшего брата». Наша собака Герда переполошилась от неожиданности, вскочила на ноги и начала лаять. Она подбежала к распахнутым дверям темного дома, рычая из куля. Собака беспокойно виляла хвостом и перебегала из стороны в сторону. Я плохо помню, что происходило после. Я долго пыталась объяснить родным, что случилось, что в доме кто-то есть. Родные переполошились, но опускав дом, там никого не нашли, хотя действительно поверили, что в доме кто-то был, так как собака вела себя крайне обеспокоенно и рычала потом нервно, бегая по всему дому. Вызвали полицию, но в итоге выяснилось, что ничего не пропало, а в доме никого не было, кроме нашей семьи. Мне, в конце концов, не поверили, решив, что я очень впечатлительная, и увидев того, кто влез в дом, подумала, что это тот самый бабайка, про которого нам рассказывал мой двоюрный брат. Через некоторое время мы вернулись домой. Прошло уже несколько недель, и для чего я рассказываю вам эту историю, дело в том, что я уже несколько раз находила сосновые маленькие шишки, в карманах свои одежды, в складках одеяла на кровати, в сумке. А можно ли убежать от той твари? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова